Всем привет, мои дорогие зрители, мои самые лучшие подписчики. Вы у меня такие активные, так всё мне пишете, очень интересно, мне очень приятно. Столько добрых слов слушать от вас. Огромное вам спасибо. Сегодня хочу рассказать вам, как у нас прошёл день. Мы сходили с утра в храм, сегодня праздник, покров Преста Богородица. Детки причастились. Потом мы встретили Крёстную Феденьки и пошли покушать в кафе. Мы там позавтракали, детки вели себя очень хорошо. Потом мы пригласили Крёстную в гости, и она с нами побыла. Поиграли с детками, посидели, пообщались, папа пошёл погулял с детками. А я в это время разговаривала как раз с Фединой Крёстной. Вот. Приготовила супчик. И потом уже пришли детки, пришёл папа. Всех покормили, всех напоили. В общем, день у нас сегодня прошёл быстро. Вот это то, что я сейчас показываю на экране, это было мыло, которое ручной работы. Мы покупали его в музей мыла в Коломне. Я давно хотела вам рассказать, как мы жили, как мы переезжали. В общем, такая тема интересная. Изначально мы жили в однокомнатной квартире. Квартира наша с мужем. Такая 33 квадратных метра, стандартная однушка. До тех пор, пока у нас не появилось... Ну, у нас было трое детишек. Я была беременна четвёртым. И мы тогда задумались, что надо что-то искать другое. И я подала объявление на доске объявлений, православная доска объявлений. Там подала объявление, что многодетная семья снимет двухкомнатную квартиру, там без вредных привычек, всё такое. Ну, и как-то мы под... Я подала это в мае где-то. И, ну, как-то забыли уже за лето. Там туда-сюда были на даче. И как-то звонит мне в конце июля где-то женщина и говорит. Вы знаете, я тут прочитала ваше объявление на доске православной. Вот у меня есть квартира двухкомнатная. Хотела бы вам предложить в ней пожить. Бесплатно. Только вот кварплату надо платить. Но я, конечно, человек такой не очень, наверное, доверчивый или наоборот, который уже много раз обжигался. В общем, я сначала не поверила. Подумала, что она обманывает как-то или что-то хочет от меня. И я такая говорю, да, ну вы уверены? Она говорит, да, да, вот мне какой-то там старец ей сказал так сделать. Я думаю, ну тогда точно что-то не то. Какой-то старец сказал, в общем. Но муж сказал, говорит, давай все-таки съезди, посмотри, пока мы на даче, а ты посмотри квартиру. Ну он поехал, звонит мне оттуда и говорит, Ань, ну квартира в ужаснейшем состоянии. Это просто не то, что бабушкин вариант, это прапрапрабабушкин вариант. То есть там нету света, потому что когда-то затопили соседи сверху, электропроводку, ну замыкание случилось, света нету, вода бог весть какая, квартира вся убитая, куча тараканов, ну и все такое. Я говорю, ну а хозяйка-то, хозяйка что? Он говорит, ну хозяйка-то нормальная. У нее какие-то жильцы тут жили, говорит, теперь вот она нам предлагает. Я говорю, ну давай попробуем, давай попробуем сделать там ремонт, хоть какой-то такой обой поклеим туда-сюда. Ну он, конечно, у меня человек отважный, он согласился на это все дело. И сделали мы там ремонт. Он уговорил хозяйку вынести всю эту старинную мебель, грязную и сломанную, и тяжелую, вот эти советские стенки, все такое. Все, в общем, мы вынесли, такая квартира стала светлой, потравили тараканов, и в августе мы туда переехали. Вот. Потом, значит, мы там прожили где-то года три. Квартира такая двушка от 39 квадратных метров. Вот сейчас на секундочку прервусь. Вот это я показываю сейчас, очень удобная штука для зубной пасты. Дозатор такой, чтобы не выдавливать там ее, вот очень удобно, в такую пластиковую вставил, и она сама крутится, очень удобно. Вот. На этой квартире мы прожили три года, прекрасные три года. И потом уже, когда у нас родился Алеша, это пятый ребенок, у нас дети заболели коклюшем. Коклюш, конечно, это такая очень жуткая болезнь. Ей страшно болеть детям до двух лет. Ну, как на моей практике, мне так показалось. Все остальные дети, они, конечно, болели, кашляли тоже там, до тошноты кашляли, но они перенесли это легко. То есть, допустим, неделю они вот такой был пик, а потом уже на спад пошло. Ну, вот младенчики, которые у нас была, получилась Нюра и Алеша. Алеша было три месяца, ему было хуже всех. Он бедный вообще, ну, как он, он не откашливался, и ему было очень плохо. И когда у нас уже, мы были уже не заразны, когда мазок уже не показывал ничего, мы решили поехать на море срочно просто. Просто это был уже июнь. И в итоге, короче говоря, мы... А, май месяц это был. Мы купили билеты и уехали на море. После моря мы приехали в эту квартиру и поняли, что она такая тесная, такая темная, тяжелая такая. В ней такая атмосфера тяжелая. Там еще постоянно какие-то наркоманы тусили вокруг дома. И, ну, такой страшненький райончик это был. И я думаю, надо искать что-то, надо что-то искать. И мы подумали, что, ну, по Авито, по всяким, по Цианам мы звонили. Никто, конечно, с пятью детьми брать не хотел нас совершенно. Очень много людей, которые просто говорили, а что после вас останется, руины? Ну, мы такие, значит, посмеялись. Думаю, ну, ладно. Потом как-то мы помолились святителю Спиридону. И я увидела на сайте многодетных, форум многодетных, что мужчина сдает квартиру. Объявление это было трехмесячной давности. И я думаю, ну, ладно, на всякий случай напишу. Я ему написала, что так и так вот хотим снять. И он мне в 12 ночи присылает номер телефона, говорит, звоните. Я ему звоню, он говорит, все, завтра приезжайте, будем смотреть. Утром мы вскочили, поехали, собрали всех детей, поехали смотреть квартиру. Это прекрасная квартира, вот на теплом здании. Она была очень просторная, светлая, ну, просто вообще конфетка. Конечно, мы согласились, все, хозяин очень добрый, приветливый мужчина. Слава богу, вот, ну, как бы такой вот человек нам помог. Вот, и мы вот там жили, получается, тоже где-то три года. Тоже переехали туда в августе, три года прожили и съехали в дом. Вот, когда начался карантин, мы съехали в дом полностью. Всю мебель, все кровати, все шкафы, все перевезли в дом. И жили вот до августа опять месяца в доме. Потом мы начали искать квартиру уже, получать, с семью детьми. Очень тоже оказалось это сложно. Но на нашем пути, как обычно, нашелся хороший человек, который сказал мне вопрос, семь детей так семь, хоть десять, мне все равно. Но главное, чтобы вам все понравилось. В общем, мы сделали ремонт и переехали в эту квартиру. Вот такая вот история наших путешествий по квартирам. Кто спрашивал, как вы переезжаете, переезжать очень непросто, когда куча мебели, куча кроватей, все шкафы, все мы перевозим сами. Кухню мы обычно переделываем тоже под себя, покупаем столешницу, раковину. Ну вот все меняем, чтобы было все свеженькое, чистенькое, приятное такое. Вот. В этой квартире мы хотим еще раз переделать кухню, потому что что-то неудобно нам. Вот такая угловая. Хотим сделать обычную линейную. Так что я вам еще в ближайшем будущем, надеюсь, покажу, как мы это будем делать, чтобы вам было, может быть, интересно и замотивирует вас тоже на что-то это все. Вот. А тем временем вот я решила сделать вечернюю такую уборочку в ванне, на кухне, плавно перешла на кухню. Пока у меня Федор спит, он мне дает это все прибрать. Вот. Уже вечер у нас. Я решила еще сварить кашу на завтра, чтобы с утра встать, уже все было готово. Детки не ходили, не ждали долго. Вот. Если какие-то у вас вопросы по поводу жилья или еще чего-то есть, вы мне пишите обязательно в комментариях. У нас интересная история, действительно необычная, потому что когда много деток, всегда какие-то всплывают нюансы, будь то переезд, будь то оформление какие-то или еще что-то, заключаем мы обычно договор с хозяином. То есть мы живем не на птичьих правах, а официально по договору, и все, ну как бы, все законно. Вот. В кашку добавила сахар, положила масло кокосовое, посолила. Помою сейчас быстренько полы. Такая у меня сегодня была очень хорошая уборка. Более тщательно, не как каждый день, а тщательно так я прибралась, потому что уже накопилось много всего. Вот. Ну, в общем, надеюсь, что скоро мы кухонку переделаем, и вам будет интересно на это смотреть. Еще хотела поделиться с вами радостью. Для меня это действительно радость, то, что Собянин разрешил детям до пятого класса учиться в школе. Для меня это просто победа, потому что, когда трое школьников дома, это вообще все. Это встает все хозяйство, и надо заниматься только школьниками, потому что им надо объяснять новые темы, их надо дисциплинированно сажать, чтобы они делали уроки, чтобы они выполняли задания. Но сейчас на мне будет только Полина. У нее шестой класс. Если что-то нужно будет, я ей объясню обязательно. А Люша с Тихоном будут учиться в школе. Так что вот такая радость. Наверное, это не только у меня. Очень многие были против дистанционного обучения. Так что ура, товарищи! Праздник на нашей улице случился. Хотелось бы, конечно, чтобы все ходили в школу, но хотя бы так, хотя бы не трое будут дома учиться. Уже хорошо. Вот. Что вам еще рассказать? Вот я решила сразу с вечера собрать тарелочки, поставить все к утру, стопочкой, ну, уже приготовить к завтраку, это все дело. Чайничек помыла. Заваривать я, конечно же, буду с утра. И кашка, вот видите, уже кипит вовсю. Вкусненькая такая. Так прям захотелось ее покушать. Но я пока воздерживаюсь от молочного, чтобы у Феди не было аллергии. Ну вот и все. Спасибо вам за просмотр, дорогие мои. С праздником вас покрова, с престой Богородицы. Всем пока!